здесь играет ларс и я решил что мы вернемся к старому формату карьеры не будем пытаться делать из этого перезагрузку просто потому что я тут попытался поиграть и в перезагрузку манчестер юнайтед и крутить сезон за белорусов понял что ну как будто бы звучит это так что ближайшие видео вы бы увидели на майские праздники ну а как бы хотелось бы все-таки что-то по-человечески сделать да поэтому поэтому мы вернемся в нашей карьере формат собственно стандартный по четыре матча попробуем что-то из этого извлечь хотя бы восстановим частотность видео на канале потому что в последнее время они выходят ну мягко говоря через жопу ну объективная реальность да при том что я и не в белорусской карьере особо не продвинулся как видите с прошлого видео изменилось только то что некоторые команды уже только 2 тур сыграли не в манчестерской карьере там я еще по моему первый матч сезон даже не дозаписал хотя любопытные трансферы уже есть но это тема другого видео здесь по другому поводу собрались и давайте же по этому поводу продолжать собираться и дальше в общем-то заряжайте свои лайкометы не забывайте оставлять комментарии подписываться на канал и прожимать колокольчик поскольку для вас то пара кликов мышкой а для меня это возможность расширить аудиторию канала и пригласить в наше уютное комьюнити побольше людей давайте начнем продолжать по старому первый матч на сегодня домашняя встреча второго тура против команды слоним или слоним если есть белорусы смотрящий канал отпишитесь в комментариях куда правильно здесь ударение ставить а мы поехали да ну собственно составом у нас особо никаких проблем нет разве что на ближайший матч нам снова надо будет заменить игнатия сидора который до сих пор не может восстановиться после травмы получены на предсезонке удивительно какие то все еще до сих пор помню поэтому вместо него выйдет иван мороз да кроме того у нас есть проблема опять с вратарем и артем крэнд который по уровню подходит разве что резерву должен продолжать оставаться в команде по причине того что наши вам сотников молодой гипер который по идее должен сидеть за спиной у игнатьева и не отсвечивать решился совсем не отсвечивать на футбольном поле судя по всему и уже перед вторым матчем подряд его находят выползающим из клуба не очень хорошая ситуация конечно надо будет его наверное из команды все таки к чертовой бабушки если будет такая возможность а пока что крэнд у нас добавляется в состав потому что ну как будто бы все остальное у нас занято молодняком и мы с вами стартуем на второй матч нашего прекрасного сезона рано конечно делать выводы по началу по первому матч сезона но с учетом того как мы усилились и что нам предрекают по итогу чисто в теории мы может быть даже можем в этом сезоне не просто побороться за места которые дают право на выход высшую лигу но и в принципе с честью их занятий никому особо не отдавать но посмотрим на что способна эта банда играющая в 424 по нашим наработкам давайте смотреть да потому что вы выездной матч мы с вами посмотрели с этим проблем особо никаких не было что у нас будет дома в первом матче сезона пока что одному богу известно ну и пока что в первые 10 минут команды нас ничем особо не радует ну вот справа аут и мельниченко тут же мяч решил потерять правда гости не сильно то и собирались его подбирать мороз на игнать его ты манюк здесь же аккуратный вы нас но побороться за верховой мяч не получилось а здесь мы челкин обокрал защитника в окружении троих прет штрафную пас назад на ковалевича мельниченко хорошо в пустую зону подключился и как на тренировке расчертили 10 на 10 минуте как будто бы ничего не предвещало здесь да отлично отработал второй темп хотя казалось что мои футболисты пешком штрафную шли пока мы челкин уносился от трех человек и собственно его роль в этом голе как-то не заслуженно забыто с точки зрения оценки ну да ладно а вот на чужой половине поля вбрасывает соперник и под прессингом опять ошибается мы челкин снова выцарапал себе мяч теперь сачковский ударил это это кажется перекладина на подбор за нами но эпизод все равно заигран ты манюк желтую карточку схватил ничего хорошего в этом я не вижу конечно но с другой стороны пока что соперник нас вообще никак ничем не напрягает это очень даже хорошо потому что так вот я сейчас договорюсь мне кажется ты манюк не до вынес мяч ох здесь и гнатьев то как шикарно подставился под удар вот это правда так а чё тут ближнюю штангу то никто не вот она чё михалыч вот он какой розыгрыш я вас понял спасибо надо будет что-то подобное попробовать только вопрос в том что либо на дальней штанге это должен быть кто-то кто почти гарантированно выигрывает вверх но тогда там должен быть еще человек с хорошим принятием решений потому что скорее всего нужно будет не бить ввиду того что позиция не совсем удобная а скорее делать скидку в центр мельниченко почти открылся но почти считается мы челкин снова отбирает и решил в этот раз сам пробить уже третий раз видим как наш форвард пытается точнее как не пытается довольно таки успешно крадет мяч у соперника а вот здесь ой хорошо сачковский вынес а теперь бы от прессинговать нет от прессинговать наверное не получилось но по мере эпизод заигран но я бы не сказал что сильно валидольна у нас штрафной стала но такие звоночки довольно неприятные по звякивают на перерыв уходим со счетом 10 но не сказать чтобы с большим таким преимуществом она у нас есть во владении но наши гости гораздо опаснее бьют по нашим воротам и это надо как-то пресекать да давайте вы можете еще лучше и посмотрим сейчас может быть кого-то нужно уже сейчас подменить так да в целом надо бы наверное ты манюка подменить но и есть одна проблема у меня центральных защитников на лавке нет можно конечно опустить в опорную зону в центр обороны сачковского что у него с ростом рост метр восемьдесят ну такое с другой стороны особых вариантов у меня и нет давайте сачковского вниз а пусть как бы не звучало нам и вместо ты манюка выйдет трудой в опорную зону и все у нас будет прекрасным молодой наш опорник так ну я надеюсь что это нам не аукнется навалом наверх от рашкевич с мячом хорошо разобрался и хорошо ударил был риск того что наш опорник сейчас мяч потеряет но спокойно аккуратно он отработал ковалевич подача вы нас почти состоялся если бы не а вот в нашу пользу а вот достаточно опасный но его нам не покажут видимо все таки недостаточно опасный окей не страшно так еще одна желтая карточка теперь у сачковского нам в эту зону там очень сильно давит я смотрю ковалевич хороший наброс тишеров добрый вечер 20 и по и по моему нам сейчас нужно что нам сейчас нужно не все хорошо сыграли на ти шураве тут висел короленок но помешать не удалось нашему инсайду так я вижу что нам нужно укреплять зону в левом полуфланге потому что оттуда нам может прилететь я подозреваю поэтому я бы на самом деле а я могу здесь что-то нет я здесь не могу я местами поменяю от рожкевича с рудом потому что пока замены делать я не вижу смысла особого а и тут же мороз желтую карточку получил интересное кино невкусные грустно будет сейчас без центрального защитника остаться ребят давайте поаккуратнее немножечко прям совсем поаккуратней так 70 минут а вот здесь надо менять уже от рожкевича но у нас нет опорников по моему да у нас есть только никита садовский который центральный полузащитник и больше даже атакующий я бы поэкспериментировал на самом деле у нас есть хаванисиан который в принципе крайних защитников же можно пытаться выставить в опорную зону в принципе скиллы плюс-минус похоже единственное что крайние защитники обычно бывают побыстрее поэтому да тут хаванисиан или хомячук но как будто бы не хаванисиан выглядит предпочтительнее в этом плане поэтому его я и выпущу сейчас так и на ближайшие так что тут у нас 15 минут до конца больше замен наверное я планировать не буду 20 конечно скользкий счет как говорится нелюбимый счет фабио капелло но но что есть по крайней мере пока что наши гости даже не пытаются перестроиться во что-то так вот здесь я хорошо отработал но догнать соперника все же стоило навес наш штрафную опасные вот здесь и вот здесь да зря игнатьев возможно вышел на перехват потому что потерял позицию в воротах и не смог во время нее вернуться здесь уже бекаревич в пустые забивал экономим деньги конечно на бонусах за сухие мальчина в последние пять минут вот такой вот а а а перестроились ребятки хорошо я вас понял так и пять минут судья добавил я надеюсь что ничего опасного в эти пять минут сейчас особо не произойдет кроме того чтобы у меня комп не перегрелся чуть-чуть подвину вот так вот да ну собственно ничего и не произошло 21 фиксируем победу и фиксируем то что мы все еще продолжаем делить первую строчку мы являемся одной из трех команд которая пока не теряла очков в чемпионате будем надеяться что так будет происходить и в дальнейшем ну а пока что готовимся к следующему матчу перед вторым на сегодня домашним матчем против команды лида у нас началась какая-то эпидемия травм но слава богу она не особо сильно затронула основной состав единственное что нам нужно будет все таки до парочку замен сделать во первых наш фирменная игнати сидор садится в резерв вместо него иван мороз выйдет который в принципе достаточно неплохо себя проявляет на старте сезона от рожкевич небольшой травмой его я думаю мы можем спокойно заменить на рудова вместо мычелкина у нас может выйти вот есть у нас не копоренок в принципе да кстати самообладание у него достаточно неплохое что касается нападения так от рожкевича мы из для славки убираем на всякий случай чтобы не травмировался случае чего добираем запасных и отправляемся вперед на матч два из двух сделали на старте сезона давайте попробуем три из трех чем больше очков на старте сезона мы соберем тем больше у нас потом будет прав на ошибку в случае чего не то чтобы хотелось ошибаться конечно но как говорится знал бы где упасть соломки вы подстелил давайте же эту соломку заранее заготовим особенно с учетом того что у нас уже пошли вынужденные замены в старту в основе вот сейчас с очковский бил поворотом головой пошли у нас не вынуждены вынужденные замены в основном составе поэтому надо стараться на данной стадии собирать как можно больше очков как минимум потому что потом этих вынужденных замен станет больше кто-то еще и форму растеряет и основа 10 раз перевернется поэтому пока у нас состав наигранные на ходу надо что-то с этим делать вы нас из нашей штрафной мельниченко подобрал хорошо сохранил мяч тишеров контратаку мы уже особо сильно не организуем но можно попытаться скоростной прорыв организовать в одно лицо что тишеров и делает ну правда выше ворот ударил наш правый инсайд здесь уже наверное можно было находясь в штрафной поделиться мячом с кем-то из партнеров но тишеров предпочел все закончить в одиночку юдинцев на правом фланге с ним рядом тишеров снова разыгрались во фланг ушел илья сачковский рядом с ним юдинцев умная очень передача не достигла цели и вот здесь рудой хорошо перехватил в зародыше контратаку наших гостей пробуем еще раз тишеров развернулся сам пас во внутрь мельниченко из-за спины как красиво открылся пятый гол в сезоне за три матча у трофима если я правильно помню его имя поэтому да достаточно хороший бомбардир нам достался и мы выходим вперед по истечении первого получаса игры собственно как и должно быть учитывая наши 76 процентов владениями 78 процентов владения мечом мы здесь такой местечковый манчестер сити из себя ой как ты манюк хорошо сейчас головой билл жалко в ворота не попал нам и сейчас такой местечковый манчестер сити из себя строим ковалевич на левом фланге попытка атаки с этой стороны и мельниченко сейчас чуть дубль не сделал правда дублем точнее как пробить поворотом он пробил и хорошо пробил вот только штанга и это как будто бы не очень хорошо ну да ладно пока в счете видео так а вот здесь нет выше ворот игнатьев зрелищно прыгнул тут больше он скорее сам себя размял потому что первый тайм окончен статистику вы видите по моему наши гости не совсем понимают что им нужно делать для того чтобы ход игры перевернуть а пока они не понимают мы собственно продолжим пока что в том же составе потому что желтая карточка хоть и есть но она у игрока группы атаки очень маловероятно что у нас ковалевич решит еще одну желтую схватить где-нибудь по дороге так что продолжаем в том же составе собственно ковалевич как раз у меча какой штраф но исполнил я честно говоря думал он разыгрывать будет с кем-то кто попытается забежать за стенку но 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 решил максим ударить и ничего предусудительного в его действиях я не вижу так ну и нам бы надо уже немножко свежей крови до парчева пару человек нам точно нужно заменить как раз таки сачковского сачковского нам и менять то неким у нас опять в опорной зоне никого ну на самом деле на самом деле так что у нас по крайним нападающим федорович о левша зашибись это нам надо федорович левша воротынский правша собственно федорович нам нужен справа а вместо сачковского я бы выпустил допустим вынесян продолжает эксперимент с погружением в опорную зону хотя бы не пренебрежительно относится к сопернику как его коллега хомячок почему-то очень сильно хочется назвать его хомячком на ну ладно в любом случае пренебрежение соперникам особенно при счете 10 может оказаться не очень хорошим федорович хорошо вошел в игру пару раз уже поворотом ударил рудой выиграл вверх ковалевич мельниченко не копоренок самого ну вот это как-то прям честно говоря я не знаю зачем мне это показали потому что на опасный момент это тянет только в чьих-то влажных фантазиях возможно самого автора этого сольного прохода вот сейчас может быть опасно ну-ка игнатьев хорошо все спокойно мяч забрал теперь можно время потянуть я бы левее вводил ну ладно мороз юдинцев снова мороз под сильным прессингом но выходим аккуратно юдинцев хорошо открылся мельниченко во фланг пошел рядом два человека юдинцев снова мельниченко забегает и ставит . это дубль это трофим мельниченко и за полторы минуты до конца компенсированного времени счет становится 20 до можно сказать на классе собственно федорович запутал крайнего защитника который не знал за кем бежать мельниченко шел вроде бы своим курсом федорович резко рванул защитник пошел за ним и в образовавшуюся дырку тут же пошла передача отличная комбинация в общем то да статистика говорит сухими цифрами обыграли абсолютно на классе смотрим и понимаем что в принципе если него сейчас потеряет очки то мы единолично возглавляем таблицу что было бы очень даже приятно в самом начале сезона особенно при наличии солигорского шахтера и еще по моему двух команд одной или двух команд которые спустились к нам из высшей лиги с которыми еще предстоит пободаться ну что ж как мы и надеялись него очки теряет и соответственно мы становимся единоличными лидерами турнирной таблицы после трех туров очень приятно но не расслабляемся и движемся дальше вот и первый серьезный соперник подъехал баранович и с которыми в прошлом сезоне у нас не складывалась одна ничья одно поражение пора бы уже к этому и одну победу приделать вопрос только в том как давайте разбираться составом сидор все еще никак восстановиться не может еще примерно матче 5 нам без него играть поэтому иван мороз добрый вечер от рожкевич восстановился мычелкин восстановился хомячук с небольшой травмы у нас также покинет скамейку запасных доберем кого нам нужно защитник появился дополнительный у нас на лавочке это хорошо особенно с учетом того что тактика барановичей подразумевает что нам нужно будет взламывать автобус по крайней мере у них 7 человек сзади как будет на самом деле сейчас увидим наш барный гуляка сотников попал сегодня на лавку и узнал я об этом только благодаря тому что у него оказывается до сих пор номера не было игрового получил 44 номер ну и пусть на самом деле на этой самой лавке и ошивается на лавку он попал исключительно благодаря тому что наш основной запасной вратарь как бы не звучало артем крэнд мудрился получить стрессовый перелом поясничного отдела позвоночника в связи с чем естественно он у нас не не способен к дальнейшим действиям не на футбольном поле не где-то не было еще пытаемся взломать чужую оборону сачковский на ляха переводит ковалевич на левом фланге ой хороший пас такой полуторный темп назовем это так а трошкевич должен был сейчас счет открывать чуть-чуть не получилось баранович нас судя по владению мячом так конкретно придавили но первый опасный момент все-таки у их ворот случился и дай бог чтобы у их ворот они все и остались лях снова с мячом а трошкевич смещается ближе к флангу запускает ковалевича оба подключились обратно снова трошкевич с мячом идет на дугу их как кладет слушайте заправский форвард это по моему кто тут кто тут в недавнем матче так отличился гравенберг по моему за ливерпуль чуть по моему похоже сотворил буквально в недавнем матче в выходные и точно так же от штанги правда немножко с другого с другой стороны дуги по моему он это сделал и под ближнюю но плюс минус вот пожалуйста гравенберг новополоцкого разлива ковалевич снова слева в атаке сегодня у нас левый фланг гораздо лучше работает и почти забил ковалевич сан но у нас у нашего соперника есть вратарь на поле лях подаст угловой никто не добрался а вот здесь надо контратаку до контратаку главный контратакующий игрок центральный защитник хозяев ваш киевич забавно тоже мне контратака сели оба наших про оба наших крайних защитника на желтые карточки и не скажем это было очень хорошо потому что в принципе понятно откуда что берется потому что вот по два игрока на флангах а наши атакующие скорее всего не успевают опуститься в оборону но какая разница стартовый натиск барновичи мы пережили гол свой забили преимущество немножко подзабрали пора его и развить этим будем заниматься уже после перерыва но сначала надо до мотивировать своих игроков посмотреть что у нас тут происходит и возможно парочку замен то сделать вот на самом деле юдинцева на посевича заменить и ляха на хаванесяна чтобы проблему карточек убрать да я знаю что они играют достаточно хорошо но проблема карточек не видится несколько более говорящий нежели их оценки и вот пожалуйста ковалевич подаст угловой сейчас хаванеся на подборе какую свечку зажег ковалевич снова подобрал удар до рикошеты до куча всего но это гол это гол это 20 сам началь второго тайма барановича прибиты не успели выйти из точнее как говорится не успели не вышли на второй тайм вот что-то мой словарный запас меня подводить немножко начинает ну да ладно в любом случае второй гол мы забили теперь можно ну не то чтобы расслабиться надо бы наверное дожать и забить третий вот после третьего уже можно какой-то расслабончик посевич хорошая была задумка но но два в три барановича убегать не будут а вот здесь немножечко у нас право фланг просел и можно сказать что это был опасный момент хотя покати форвард хозяев о ой ой какой розыгрыш ой какая красота хаванеся первый гол за нашу команду забивает молодой армянский левый защитник и вот пожалуйста как грамотно тишеров выкатил просто ну ну это же божественно черт побери это 3-0 и вот теперь уже можно в конечном результате даже не сомневаться потому что по такой игре барановича у нас три не отыграют за оставшиеся 25 минут у нас уже подустал сачковский и его надо будет сейчас заменить этим мы займемся разумеется да но прямо сейчас рудой вместо него выйдет и поехали да и что еще у нас что еще у нас и от рожки вич у нас устал но вот вместо от рожки вича уже особо и некого так а мы можем на самом деле нет не можем у нас защитников не хватает ну ладно значит от рожки останется на поле собственно мы продолжаем возможно от рожки вичу нужно будет дать отдых на следующий матч если вдруг так а баранович и пытаются пойти в атаку за 12 минут до конца хороший навес мороз вынес рудой ну ну добегать надо в таких ситуациях надо добегать потому что вот такими ударами это заканчивается мне кажется бей форвард гостей в дальний хозяев в дальний угол скорее всего и гнатьев бы не потащил а так переоценил он свои возможности конечно ну и слава богу нам же лучшим сколько арбитр там добавить собирается две минуты для арбитра все ясно для нас тем более игнатьев еще один удар отбил и вот пожалуйста финальный свисток спокойно 3-0 разобрались с довольно неудобным соперником а в таблице становится еще более радостно потому что ближайший соперник солигорский шахтер не без проблем забирается на вторую строчку но его единственная проблема в том что как раз таки эта вторая строчка от нас уже на расстоянии 3 очков у нас еще и разница плюс 10 так что да нам нам определенно потихоньку начинает удаваться этот сезон хотя мы максимум пока что оторвались только от 17 строчки больше чем на 10 очков но я думаю сезон длинный еще успеем на отрываться от всех ну и завершим сегодня еще одним домашним матчем против витебской команды max line которая тоже пытается претендовать на плей-офф по окончании этого сезона из хороших новостей никого особо менять не надо с точки зрения рейтингов и всего прочего потому что как будто бы все в порядке у всех все хорошо из возможно не лучших новостей игнатий сидор все еще не доступен но по крайней мере уже потихонечку начал процесс восстановления это значит что скоро мы все-таки его на поле увидим а пока что иван мороз который довольно неплохо себя проявляет кстати говоря несмотря на то что уровню как будто бы не сне то чтобы сильно соответствует хотя с другой стороны ему еще в силе добавить чуть-чуть и в принципе защитник очень даже неплохого уровня получится до славки у нас уйдет никита садовский у которого небольшая травма буквально через день будет готов но рисковать случае чего им я бы не хотел и получается что у нас сотников понятно и андрей воротынский это у нас игрок группа атаки либо слева либо в центре нападения вот таким составом на max line выходим уже можно потихонечку делать какие-то выводы из того во что играют наши соперники как они это делают и max line в последнее время точнее со старта сезона не очень так впечатляет начали не шапка не вал как как говорится только одна победа это в последнем туре поэтому все шансы дома их обыграть у нас я думаю есть по крайней мере я надеюсь что нам это по силу минут интересно из какого из какой дыры выходили все футболисты потому что как будто бы там монолитная стена между лавочками такое ощущение как будто составы команд оттуда тупо материализовались ну да ладно это все мелочи жизни отражь отражь кевич получил очередную желтую карточку и на следующем о чем не выйдет и также скорее всего на следующий матч не выйдет егор мы челкин потому что словил травму ну что ж у нас есть дмитрий катушонок наш воспитанник он я думаю и заменит выбавшего по травме мы челкина плюс ко всему у него уже есть опыт забивания мячей высшей лиге точнее во взрослом футболе прошу прощения в высшую лигу мы все мы еще пока не выходили поэтому будем надеяться что парень потихонечку потихонечку будет раскрываться все таки именно для этого мы его на лавку посадили чтобы время от времени он на поле выходил и что-то показывал правда сложно что-то показывать без мяча бьем там и довольно много но все не туда мяч у нас не особо хорошо держится что-то надо с этим делать довольно таки неплохое построение у макс лайна в этом плане и вполне себе закономерная ничья к окончанию первого тайма надо немножко поднадавить на игроков потому что как будто бы надо таких соперников давить но пока что макс лайн спокойно обороняется надо задать им какую-нибудь интересную задачку правда менять особо некого наши все играют более менее нормально единственное что конечно сачковский скоро захочет присесть на лавочку да и от рожкевич я думаю после предыдущего полного матча еще не до конца восстановился набегался уже довольно хорошечно плюс не будем забывать что в итоге игроки группы атаки когда долго не могут забить у них потихонечку рейтинг начинает понижаться и на это тоже нужно будет обращать внимание у нашего игнать его что-то какая-то слишком высокая оценка у вратаря дело пахнет керосином я так понимаю да так ну вот пожалуйста ковалевич доигрался до 64 сачковский тоже должен быть заменен так потому что он устал сачковского заменит рудой а вместо ковалевича у нас выйдет есть федорович есть воротынский но федорович у нас по моему левша да да федорович у нас левша поэтому выйдет воротынский пусть он и нервничает но по крайней мере вот так это будет выглядеть ну и собственно последнюю замену мы на всякий случай оставляем так ну и чтобы нам такого интересного придумать на последние минут десять давайте ну в принципе нас особо в таблице не обгонят поэтому можно попытаться рискнуть и пойти в супер атаку буквально 10 минут лях подачи с углового вы нас тишеров на подборе здесь же лях снова снова тишеров и как хорошо положил ай красавчик быстро обратно в сбалансированный настрой и празднуем гол так нам в принципе одного гола вполне хватит главное сейчас не пропустить еще вдобавок вроде как у наших ворот опасных моментов не было мы быстренько в атаку сходили выжили угловой и хорошо этим воспользовались все нам нам вполне хватит так ну и сейчас можно будет на контратаках половить сопи соперника если мы еще с передачами будем нормально работать ты манюк забросного ратынского не сработал а вот здесь лях зря по по надеялся на помощь партнеров подача в наш штрафную игнатьев на месте игнатьев на месте у него все хорошо единственное только его сильно прессингуют поэтому выбивать приходится вперед мельниченко хорошо скинул себе за спину но катушонок не успел убежать воротынский с мечом тем не 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 вход штрафную подработал под правую похоронил хорош вышел на замену и за пять минут до конца разницу сделал 20 в принципе на этом макс лайн может спокойно отдыхать уже потому что но это чисто на классе просто притом что опять же защитник рядом максимум функцию сопровождения выполнял наши инсайды оба отличились пять минут добавил судья вот это уже не очень хорошо так короткий розыгрыш white манюк хорошо прочитал этот розыгрыш вынес подбор не за нами к сожалению это нам могло сейчас не очень хорошо обойтись и у меня аж комп лагану вот такого да он уже довольно сильно нагрелся несмотря даже на охлаждение не очень хорошо сказал очень нехорошо но я надеюсь что больше больше мы так пролагивать не будем сегодня макс лайн снова в атаке как будто бы время уже вышло и тишеров не сразу же выбивать но можно было подумать чуть-чуть заброс наш штрафной ляг не дотягивается удар куда-то в сторону наших ворот и это финальный свисток отлично все также на классе 20 соперника убираем смотрим в таблицу солигорский шахтер еще свой матч не сыграл поэтому пока на 6 очков он отстает но имеем ввиду то что у них еще матч в запасе так что пока сильно не праздную но победа есть победа причем довольно неплохая а мы челкин у нас отлетел аж на три недели с растяжением лодыжки значит нам нужно будет на это время ставить в основу другого форварда ну что ж лиха беда начала после первых пяти туров мы не потеряли ни одного очка разница мячей у нас плюс 12 и пропустили мы только в первом туре по моему да нет еще слонимо пропустили один мяч 2 в первом туре от могилевского днепра и теперь три сухаря довольно уверенных на классе с общим счетом 70 вполне себе неплохо хорошая заявка на первое место мы все прекрасно понимаем что впереди еще 29 туров которые надо сыграть и в которых надо выложиться но есть еще одно но несмотря на достаточно неплохие финансовые возможности ну то есть как бы у меня еще осталось немножко транса зарплатного бюджета немножко трансферного бюджета то есть ну как будто бы все более менее и даже баланс у клуба четверть миллиона евро в лучшие времена правда он достигал 670 тысяч надо в лучшие времена 670 но тем не менее баланс клуба четверть миллиона евро при всем при этом меня не хотят отправлять на обучение на континентальной лицензию б это значит что это значит правильно каждое первое число нового месяца вместе с запросом точнее с запросами руководству и обновлением списка игроков за которыми нужно тщательно последить потому что они могут усилить команду вместе со всем этим мы будем каждое первое число искать себе подходящую по репутации команду потому что наша задача в первую очередь как можно быстрее развиться в хорошего менеджера и если клуб нас тормозит причем по непонятным причинам казалось бы деньги есть дайте и мы пойдем я конечно понимаю что может быть где-то а но только разве что это может нас тормозить миллион чистой задолженности с учетом 250 тысяч всего в казне клуба но может быть может быть по спонсорству у нас конечно все очень печально на сезон 190 тысяч и прогноз финансовые не особо утешительным но ладно возможно это является причиной возможно нам нужно заработать нафта на денег для того чтобы они нам дали поучиться но как будто бы как будто бы скоро уже будет целая игра регенов а хотелось бы поуправлять какими-нибудь известными футболистами причем известными не в самых узких кругах как-то так но это все лирика на текущий момент мы в чемпионате беларуси и мы возглавляем команду мы возглавляем собственно турнирную таблицу лиги вроде бы пока все хорошо и на этой мажорной ноте я с вами на сегодня попрощаюсь всем огромное спасибо за просмотры напоминаю о том что лайки комментарии подписки всячески приветствуются аппарат и колокольчик не даст вам забыть о выходе следующего видео которое я надеюсь с нынешней серии начнут появляться гораздо чаще и в принципе как они обычно появлялись вот да с вами был ларс всем еще раз огромное спасибо удачи и до встречи в следующем видео всем пока